Продолжаем выпуск актуальной информации от телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. В летний сезон началась пора отпусков и активного отдыха. Люди проводят все больше времени на свежем воздухе, на дачах, в лесу, с семьей и с друзьями, зачастую забывая о соблюдении порядка и административной ответственности. А более подробно об актуальных законопроектах в летний сезон расскажет наша съемочная группа. Беззаботная летняя пора, как оказывается, не повод полностью расслабляться, забывая об ответственности. Во всяком случае, законодатели об этом позаботились. К примеру, мало кто знает, но водитель, выбросивший окурок из своего окна автомобиля, может получить штраф. А при повторном нарушении допускается даже конфискация автотранспорта. Согласно законопроекту, штраф для граждан за всего лишь небольшой такой стаканчик будет составлять от 10 тысяч рублей. Для ИП он будет варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей. А для юридических лиц он будет составлять и вовсе 50 тысяч рублей. Одной из юридических новелл в российском законодательстве стал принятый сравнительно недавно закон о тишине. В настоящее время в России нет единого федерального закона о тишине. Вопросы соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне субъектов Российской Федерации. Так, в Тверской области режим введен в будние дни с 23 до 7 утра, а в выходные праздничные дни с 23 до 10 утра. При этом штраф составляет от 1000 до 2000 рублей. Аналогичные санкции действуют и в соседнем московском регионе. Куда более серьезное наказание предусмотрено законом за нарушение противопожарных правил, особенно в летний период. В Тверской области со 2 июля 2022 года установлен особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничение на разведение костров. Также запрещается сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня. Размеры штрафа варьируются от 1500 рублей до миллиона. Любителям активного отдыха в палатках и дачникам не стоит забывать и о правилах, регламентирующих сбор валежника. За самовольную заготовку древесины сухостойных либо ветровальных буреломных деревьев гражданин может быть привлечен не только к административной, но и к уголовной ответственности. Любите отдыхать у водоемов? Помните и про водный кодекс. Мало кто задумывается о правилах размещения автомобилей в прибрежной зоне. Граница водоохранных зон зависит от типа водоема и его размеров. Подробное описание их ширины дается в статье 65-го водного кодекса. А при нарушении этих норм размер штрафа составляет до 4500 рублей. При этом многие россияне поддерживают часть мер, ужесточающих ответственность граждан. Например, за ненадлежащее поведение на природе или устанавливающих назначения для чересчур шумных соседей. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья. Как они считают, нужно ли ужесточать меры административного воздействия. Ну, насчет чистоты, да. Вот тишины нет. Мне нравится так. А что вам именно нравится? Ну, когда здесь происходит какая-то движуха. Даже ночью? Даже ночью. Особенно ночью. Жесточать счетку, да. Так все ужесточили. Я так думаю, что у нас все хорошо. Должно быть чисто, и все, как бы, это будет плюс жителям. Потому что все, кто приезжает, например, к нам в Беларусь, говорят, у вас очень чисто. И действительно, прежде чем бросить бумажку, у нас человек обернется 10 раз и посмотрит, куда он ее бросает. Ну, да. Надо контролировать все это дело. Это все. Зачем? Вот ужесточать ничего не надо никогда и нигде. Надо все делать по-доброму. Костров, лесу, наверное, да. Пожары, лето, жара. Я думаю, в этой части, да. А чистоты? Ну, у вас... У вас чистый город, в принципе, да, мы так ходим. Нам нравится. А из какого города? Мы из Москвы. Таким образом, можно уверенно сказать, что предусмотренные законом требования направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности и комфорту людей. Впрочем, все равно многое зависит от самих граждан, которым стоит напомнить известную поговорку. Знай край, да не падай. Знай край, да.